СПОНСОР ПРОГРАММЫ Производитель инновационной энергосберегающей системы отопления КОУЗИ Каких-то несколько месяцев назад мало кто представлял, какой будет жизнь сегодня. И, конечно же, главный вопрос, который интересует большинство жителей этой планеты, сколько всё это продлится и сможем ли мы вернуться к прежней жизни. Своё мнение по этому поводу выражает экстрасенс Василия Ганеева. Надо понимать, что это такое и насколько долго оно продлится, чтобы не строить каких-то план, скажем, радужных, да, каких-то, и чтобы потом не расстраиваться из-за этого, потому что, ну, это серьёзно. Я вижу, что вакцина от этого, значит, будет создана в конце 2021 года. В конце 2021 года она будет создана не у нас. И вот уже к лету 2022 года уже эта история может закончиться. То есть уже вот за полгода там начнётся это лечение и всё, и всё, и всё. И вот после этого уже и начнётся, вот, скажем, вернётся та жизнь, которая у нас была до этого, то есть откроется там. Потому что многие думают, что сейчас вот сейчас буквально три месяца, и мы уже будем на пляжах все лежать, загорать. Я просто это слушаю и понимаю, что это абсурд. Это абсурд. То есть если смотреть ситуацию, которая сейчас у нас на Урале, она у нас некритичная на самом деле. Она и дальше у нас будет некритичная. Там будет некоторое, скажем, ну, чуть повышение, чуть снижение, но она в целом будет приемлемая для нас. Но это не значит, что мы сможем вот гулять везде, да, там, на озёрах лежать. Вот это вот оно не будет. Оно будет, всё равно будут ограничения с этим связаны. И это будет продолжаться, пока не будет создана вакцина. Я вижу некоторые периоды улучшения. То есть, например, в июле этого года будет улучшение. Будет улучшение и в Москве улучшение, и у нас будет хорошее улучшение. Но потом опять будет спад в эту сторону, потому что опять пойдёт сезон к осени, и опять вот этот вирус, он опять будет брать вверх. Москва — это такой город, в котором, да, понятно, большое количество людей. И вот эта ситуация, она, между прочим, очень хорошо показала их отношения друг к другу. Заметьте, да? То есть они друг друга не уважают, они друг за друга не переживают. Им всё равно друг на друга, вы понимаете, да? Поэтому они и ходили, и шашлыки ели, и друг с другом обнимались, и всё что угодно. Вот они сейчас получили вот это вот. Вы понимаете? То есть это и есть ответ на их отношения друг к другу. Им всё равно на других. А он умрёт, ну и пусть он умрёт, понимаете? А меня это не коснётся. Да нет. То есть тут как раз вот эпидемия, она учит тому, чтобы других вот видеть, других понимать, других как бы жалеть в конце концов, а не только себя. Вы понимаете? И вот это как раз, мне кажется, важно. Вот именно вот это, чтобы каждый был сознательным. И мне в какой-то степени приятно, что у нас на Урале народ не такой. Что мы всё-таки пытаемся всё это соблюдать и уважаем друг друга. Да? Это же есть уважение друг к другу. Что вот мы не пытаемся, то есть мы пытаемся друг друга уберечь просто-напросто от заболевания. А это хорошо, это хороший признак. Это значит, что мы хорошие люди. Данная ситуация, как и любой кризис, это время переоценки ценностей, новых мыслей и новых возможностей. С точки зрения эзотерики, это ещё и необходимость разностороннего анализа своей жизни и своих поступков. Ещё такую ситуацию, скажем, которую сейчас предстоит нам пережить в июне месяце, у нас будет кризис в стране. Причём кризис будет колоссальный. Вот это будет посерьёзней, на мой взгляд, чем вот эта эпидемия. Потому что последствия будут вот этих всех остановок производства. Это скажется. И вот именно вот это будет переживаться страшнее народам, чем само заболевание. Надо научиться жить и в этих условиях. То есть, да, скоро у нас годовщина Великой Отечественной войны. Ну ведь люди тогда жили, да, и они тоже жили, и они верили. Сейчас ситуация тоже непростая. Непростая, но надо научиться и в ней жить. Эта эпидемия – это следствие того, что люди живут неправильно. Что они занимаются потреблением, они не обращают внимания на других, живут ради себя, грешат много. Ну вот элементарно. И это некоторое вот такое вот нам, теперь вот такое вот нам испытание зато. Во-вторых, некоторая идёт чистка общества, некоторое сознание у многих может поменяться. У многих может поменяться в сторону семьи хорошие изменения. Чтобы мы ценили больше близких, ценили больше мам, ценили больше детей, да, там, семью, там, мужей, жён, там, в конце концов, да. Вот это, мне кажется, нам пытаются всё донести, чтобы мы были сплочённее, чтобы мы… И вот тогда и будет легче. Вот что мы не каждый сам по себе, как вот нам раньше преподносили, а мы должны быть всё-таки больше, ближе друг к другу, тогда оно и будет легче. Кто бы мог подумать, лет 70 назад, что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее. Картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап. Возникновение этого стиля часто связывают с периодом Второй мировой войны. Однако историки и искусствоведы говорят, что его корни гораздо глубже. Учитывая, что это явление очень такое специфическое и необычное, то его истоки, можно сказать, начинаем исследовать гораздо раньше, то есть ещё конец 19 века, когда начинается рост городов, урбанизация. В Америке появляются всевозможные новые здания, и поэтому появляются совершенно уникальные, новые для того времени журналы для женщин, Life, Cosmopolitan. И, соответственно, в этих уникальных нуждах художники создают новый образ женщины. Особенностью пинап – это, естественно, наличие сюжета, в котором присутствует такая лёгкая, случайная неприкрытость, не случайная даже для самой красотки зачастую, открытая сексуальность. Пинапе как бы не приветствовалось, несколько позже, разве что, уже начали художники показывать какие-то, в общем-то, укромные детали, обнажать саму героиню. Но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот лёгкая, интересная сюжетная линия, которая позволяла зрителям самому домыслить, в общем-то, дофантазировать, что же там скрывают наряды героини. В этот момент так вот появляется пинап, и, конечно, это прежде всего вот такие вот действительно прекрасные, уникальные женские образы, которые художники могли видеть и вокруг себя. Это чаще всего в качестве моделей были и жёны, и сёстры, какие-то знакомые этих художников, мастеров, и многих из них было и профессиональное, в том числе образование. Пухлые губы, тонкая талия и широкие бёдра пришлись по нраву молодым мужчинам. Прообразом девушки американской мечты стала подруга художника Чарльза Гибсона. Именно его рисунки первыми обрели популярность. Именно его женщины стали основоположницами этого стиля. Хоть они и имели достаточно пуританские взгляды, но в них, в их образах присутствовала всё-таки вот эта вот невероятная привлекательность и сексуальность. И, в общем-то, только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто о своей сексуальности. Новый образ прекрасной девушки, соответствующей американской мечте, поэтому внешне она должна была быть идеальной, стройной, прекрасной, очень красивой. И можно сказать, что, в принципе, фотография в этот момент как бы немножко отходит на второй план, так как в иллюстрации всего этого идеала, этой красоты достичь было гораздо легче. Угасающая в мирное время популярность портретов пин-ап вновь возникает в 60-е. Правда, жанр в этот момент претерпевает изменения. Женский образ становится более реалистичным. Талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь. Сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации. Так, например, при виде мужчины героиня теряет нижнее белье. На постерах появляются реплики и диалоги. Игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки. Сам вот этот вот прекрасный образ девушки, он казался слишком идеальным. Многие девушки, наоборот, пытались соответствовать ему там, чрезмерно пытались похудеть, то есть быть такими же идеальными и прекрасными. Поэтому в какой-то период пин-ап немножко переходит на другой этап. И, соответственно, появляются более такие комические, ироничные сценки, где уже фигуры становятся немножко иными, другими, соответственно. И поэтому, да, нужно было как-то вот от этого отходить. Ну а после рекламщики начали использовать его, ну, понимая вообще, в общем-то, привлекательность у мужчин, да, популярность, начали его использовать в журналах, позже в фильмах, на вообще, я не знаю, на рекламах таких, в рекламах таких популярных брендов, как Coca-Cola. И уже больше в 60-е годы он, ну, не соответствует своему такому основному, основным задачам, основному направлению, все-таки не показывает, да, какую-то чрезмерную откровенность, а больше как-то заманивать, больше как-то иронизировать и действительно больше извлекать человека. Был пин-ап и в Советском Союзе, а поскольку секса в той стране официально не было, на плакатах изображали отличницу, спортсменку, комсомолку. Две идеологии в своих работах совместил художник Валерий Барыкин. Жанр советский пин-ап с успехом отражал социалистическую действительность. У нас в советское время как такового пин-апа, конечно, не было, то есть были совсем другие женские образы, наверное, такие менее ироничные или откровенные, все-таки у нас была как бы другая натура и другие цели и задачи у художников, в целом у общества. Женщина советского пин-апа – это не такая, наверное, раскованная женщина, это женщина больше выступающая за, ну, конечно же, она выступала за свободу, но свобода в получении образования, в получении какого-то, в получении карьеры, да, в том, чтобы это была женщина-мать, опять же, в общем-то, она была более таких скромных настроений. Поэтому в основном, когда уже, наверное, Россия восприняла западный, американский пин-ап, они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое, поэтому больше, наверное, все-таки мы говорим о 21 веке, о сегодняшних днях, когда русские художники пытаются, ну, как-то действительно создать образ современной девушки, тоже вот в реалиях какой-то вот американской культуры. Еще одно знаковое имя в жанре пин-ап – это имя художника Джорджа Петти. Именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы. Художник Джилл Элфгрен работал в жанре пин-ап для знаменитой рекламной компании «Кока-Кола». Своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник Арт Фрам. Пин-ап-девушку размера «Плюс» впервые изображает Дуэйн Байерс. Художников на самом деле большое количество, и художники пин-ап на самом деле исключительно занимались пин-апом и получали за это прекрасные гонорары, в общем-то. Если говорить конкретно о классическом пин-апе 30-х, 50-х годах, то это, конечно же, художник Варгас, да, которого можем здесь видеть, Джилл Элфгрен работал, которые как раз у нас здесь представлены. Поэтому вот в основном, да, они работали в таком узкоспециализированном жанре, они именно только этим и занимались. Ну и сейчас как бы есть такие художники, которые тоже себя всецело посвящают пин-апу, но, конечно, гораздо меньше уже. Я пробовала себя в различных иллюстрациях, но как таковой пин-ап не стал моим главным, моим главным стилем, но, опять же, настроение пин-апа, да, то есть его идея, она, безусловно, прослеживается в моих картинах. Насколько вы знаете, я пишу «Любовь» и там, в общем-то, без откровенных деталей зачастую никуда. В наши дни стилем пин-ап вдохновляются модельеры, фотографы, дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы. И несмотря на то, что стилизация пин-ап отличается от оригинала, характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем. Здравствуйте, мои дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Вот я, опять же, нахожусь на своем участке, и вы видите, у меня прямо все цветет, все растет, все красиво, сине-голубое, красно-зеленое, розовое, всяких оттенков, каких только нет. И, конечно, заходишь, когда в свой любимый сад, на грядки смотришь и думаешь, ну какая же красота, просто глаз нельзя отвести, просто смотришь и не оторваться. Голубые, смотрите, лобелия, какая она красавица. Вот посеянная эта лобелия, она в январе, так что скоро уже январь, уже семена надо брать, приобретать, уже семена нужно приобретать. И уже в январе сеять, ну в феврале можно сеять, только тогда вот она вот такая будет, пышная, красивая. И вы просто, ну сами удивляетесь. Это как она долго цветет, уже осень, да? Правда, у меня много, некоторые цветают уже, семена даже дают, но я семена никогда не собираю. Я всегда беру новые пакеты, приобретаю новые пакеты в магазине, или свои у меня теперь есть семена. Поэтому цветы, семена я сею своими семенами, которые находятся в пакете и в магазине. Итак, дорогие огородники, вот выращиваем лобелию. Вот я вам, многие еще не знают такой необыкновенный ампельный цветок, как вот, например, бакопа. Посмотрите, какая она красавица. Вот я смотрю на нее, это такие миниатюрные, смотрите, сколько много. Прямо так хочется ее поднять, прямо вот поцеловать, обнять. Вот какая она красавица. Вот тут мелкие-мелкие цветочки, миниатюрные, беленькие, фиолетовые. Она вот, бакопа, запомнили? И она очень просто. Вот посеяли, как петунию, посеяли рано, ну, где-нибудь тоже в феврале, допустим. Я вот в феврале ее посеяла. Вы знаете, просто я иной раз нашла вот один пакетик, нет, два пакетика, с бакопа розовая и беленькая. Вот она, беленькая, хорошенькая. И просто взяла семена раз в один горшок, в другой горшочек, прижала, полила. И они вот как-то слушаются, наверное, у меня. Начали расти, расти. И, конечно, может быть, не все взошли семена. И я их вот в такой большой горшок, смотрите, такой большой горшок насыпала земли и распекировала. И так они до сих пор. Они что только не выдержали. Тем более, они выдерживают все. Это такие цветы. Во-первых, они необыкновенно красивые. А во-вторых, они переносят все. Дожди, если пойдут проливные, она перенесет. Сухость тоже переносит. На солнце она растет. В тени, полутени тоже растет. Но цветет она волнами. Вот немножечко, смотрю, цветочков мало. Не прошло три дня, а у них потечки маленькие. Смотрю, она опять вся зацвела. Такая ампельная. И, смотрите, какая красавица просто. И вот растет и растет. И просто и самая у ней вот такая черта интересная, что вот отсветшие цветочки, вот засохшие, она сама сбрасывает. Не надо тут брать эти цветочки. И как у других мы собираем. Их нету. Смотришь, отсвели. А куда делись, неизвестно. Улетучились. Так что, вот видите, это просто необыкновенные цветы. И вместе в один срок, пожалуйста, сейте петунью, лобелию, бакопу вот эту. В общем, все надо сеять в одни сроки. Ну, кто-то... Я-то такая люблю, вот уже январь мне хочется что-то уже сеять. И в январе можно сеять, и в феврале можно сеять, и в конце концов в марте вначале можно сеять. Но чем раньше, они не требуют вот такой какой-то освещенности, дополнительного освещения. Просто на подоконнике растут. Ничего особого я не предпринимаю. Вот, единственное, что почва у меня очень хорошая. Вот, берете мою почву для цветов. Вот только в такой почве у вас вырастут вот эти вот необыкновенные. А смотрите фуксию. Я как-то вам показывала фуксию. Ну, это цыганские сережки. Ну, такая красотулечка. Ну, как тебя прямо не любить, я не знаю. Такие вот сережечки, вот такие цыганские сережечки. Смотрите, какие они красивые. Колокольчики, бубенчики. Как их можно только назвать. Потому что, а чтобы вот много-много цветков было, тоже держать всегда во влажном состоянии. И, конечно, кормить. И правильно-правильно поливать. Ну, вот это вот, они все-таки у нас вот эти вот однолетние цветочки. И они, ну, долгоцветущие. Ну, я хочу вам еще вот сказать. Не забывайте сейчас, вы прямо сейчас на грядку можете посеять анютины глазки. Анютины или виола правильно называется. Ну, по-русски, как в народе их называют. Вот глазки анютины. Они действительно как глазки. И желтенькие, и такие. И вот они, посеянные в прошлом году, и до сих пор всю весну, уже весной, как, ну, в начале лета начинают цвести, и вот до сих пор цветут. И будут цвести до самых заморозков. Не забывайте сейчас посеять вот анютины глазки. Посейте, пожалуйста. Дельфинем еще можно посеять. У нас сентябрь будет очень теплый. И октябрь, я вот так прямо вот чувствую, тоже будет теплый. Поэтому все у нас еще вырастет. Видите, уже осень, лето закончилось, а в огороде все цветет. Это здорово, это для нас это очень хорошо. Итак, как правильно вот цветы поливать, а не в кашпо? Ну, у меня графинчика такого, леечки маленькой нет. Надо вот как поливать. Не надо вот так брызгать на них, на цветы. А вот смотрите, как буду поливать. Вот по центру. Вот так поливаю. Медленно, медленно поливаю. Полила. Ну, литр вылила. Бокоп поливаю тоже таким же образом. Почему посередине я лью? Потому что я не задеваю растения все. Ну, давай, Фуксия, дорогуша, поливаем и тебя. Так, и вода, она расходится. Если вы перелили холодной водой особенно, то надо обязательно сохранить эти цветы и спасти от этой болезни. Вы берете, налила литр воды и развела 10 таблеточек глиоклодина. Это от прикорневых гнилей. Иначе очень бывает часто прикорневая особенность. У вас филаргония, герайн растет. Она тоже болеет прикорневыми гнилями. Вот таблеточки. Посмотрите на моей руке. И я беру вот 10 таблеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Так. Остальные. А тут 100 таблеточек. Это на ведро воды. Может быть, в огороде и на ведро можно развести. И вот когда размешала хорошо эти таблеточки, они очень хорошо размешиваются. И я опять же так поливаю. Смотрите. Так. Чтобы по поверхности убираю цветы, такие лунки делаю и поливаю. Так. Покопай, иди сюда. Так. 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 Вот видите, вся земля немножечко как бы смочилась этим фунгицидом. Это фунгицид. Он в комнатных условиях, пожалуйста, поливайте, обрабатывайте. Это натуральный фунгицид. И будет все прекрасно. И также особенно вот фуксия, она тоже. Давайте фуксию тоже фунгицидиком, раствором фунгицидика, глиоклодином. Тоже полью. Бывают, что гнили. Вы, наверное, замечали, когда вы пеларгонию что-то берете, а она раз и отошла. То есть прикорневые гнили, они перегнивают, и стебли отходят от земли. Вот. Ну, землю какую брать, я вам уже показала. Еще хотелось вот что сказать, что вы, дорогие огородники, сейчас больше сейте, сейчас все цветы двухлетники, все сейте. Это вот виолу посейте, дельфиниум, это многолетник посейте, шток розу, лен посейте, турецкую гвоздику не забудьте посейте. У вас только появятся всходы, а чтобы появились рано всходы, вы накройте укрывным материалом быстрее, а почву пролейте теплой-теплой водой в 40 градусов, чтобы скорее семена набухли и дали всходы. Потому что времени уже мало, это надо делать в начале августа. И под укрывным материалом они быстрее будут расти. И так и оставите под зиму, они у вас подрастут, и зимой они не замерзнут. А весной вы откроете, подкормите, польете тепленькой водичкой, они у вас очень быстро в рост пойдут. И все лето, до самой поздней осени будут цвести. А многолетники будут лет 5 на одном месте будут расти. А весной рано сейте однолетники, потому что однолетники вас будут радовать до самых снежинок. Вот я опять взяла в руки необыкновенный аромат тагетти с бархотки. Вы посмотрите, какие я их сейчас домой занесу. Знаете, ни одна муха не залетит, ни один комар не прилетит. Если вы спите и жужжит комар какой-то, поставьте рядом. Он же приятно пахнет. Комар вас никогда не будет кусать. Он только понюхает, около этого цветочка полетает, пожужжит и улетит неизвестно куда. А вот статица, она разная-разная бывает. Как я ее люблю. В этом сезоне она у меня только вот такая какая-то не желтенькая, какая-то вообще такая приятная. В прошлом году у меня и сиреневая, и белая статица. Поэтому если вы найдете семена статицы, обязательно тоже ее пораньше посейте. Потому что она – это летнего и осеннего цветения. Такая хорошенькая. А в букете она стоит целых три недели, и даже больше, и не вянет. Поэтому, дорогие огородники, дорогие цветоводы, любите цветы. Потому что цветы – это наше здоровье. Это мы смотрим на них, мы все забываем плохое, то, что у нас есть. Мы любим цветы и наслаждаемся этой красотой. Желаю вам счастья, здоровья, как всегда. Ну, долгих-долгих лет жизни. И всего хорошего. С вами была, как всегда, Октябрина Ганечкина. Если раньше редкие породы кошек можно было сосчитать по пальцам, то сейчас выводятся все новые и новые виды. Как, например, курильские бобтейлы, которых часто сравнивают с рысью, благодаря окрасу, торчащим ушам и короткому хвосту. Вот у них на лапках, вот здесь вот шерсть между подушечками. Эта шерсть защищает их от того, что они на Курильских островах лазят по камням. И вот, чтобы не поцарапать подушечки, у них, соответственно, растет здесь шерсть. Хвосты у них, так же, как, наверное, у нас отпечатки пальцев. Ни одного повторяющегося хвоста. Они бывают от 2 см до 7 см. Это идет стандарт. Задний лап у них выше, чем передний. Это дает им прыгучесть. Прыгают они 1,5 м с места легко. В среднем коты достигают 80 кг. Тяжелый костяк мышц. У них не жир, а мышцы. Девчонки достигают 5-7 кг. Но весь расцвет сил и расцвет этой породы у них происходит в 3 года. То есть до 3 лет они еще формируются. Победы этих трех питомцев на российских и европейских выставках сколыхнули интерес к новой аборигенной породе. Курильские бобтейлы буквально очаровали своим неповторимым обликом и прекрасным темпераментом. Самая первая девчонка, вот Ксения, она пока единственная в питомнике с титулом чемпиона мира. То есть чемпион мира, он закрывается на нескольких континентах. Не одна выставка нужна для закрытия титула. Практически полмира объездили с ней, чтобы завоевать эти титулы, хорошие места. Ну а естественно судят в основном по типу, по ушам, по голове, особенно по подбородку. Подбородок должен быть у них очень достаточно сильный. По окрасу, темпераменту, ну и соответственно по хвостику. Кошки такой породы не требуют особого ухода. Ксения, лис и зефира прекрасно уживаются с другими домашними любимцами. Как например кот Бакс, которого хозяева нашли на улице. КОНЕЦ